Всем привет! С вами Милана. Сегодня распаковка посылки заказа от Reclame по 10 каталогу июль 2024 год. Всем желаю приятного просмотра. Я терплю, не вскрываю еще посылочку. На улице, конечно же, июль месяц, жара, и хочется уже все распечатать. Заказала я, по-моему, на 40 баллов. Заказываю я чисто для себя. Накладную убираем. Здесь меня встречают новинки и две туалетных воды. В общем, давайте все смотреть. Начну с вот этого средства для женской интимной гигиены. Мне хочется послушать аромат. И уже все-таки нужно было обновить флакон, потому что как-то теряется вид со временем. У меня уже около года флакона. Не поняла еще аромат. Такой свежий, вроде сладкий, какой-то непонятный. В процессе уже, наверное, будет уже более понятно. Баночка прикольная, такая матовая, розовая. В общем, сделайте для женщины розовую упаковку. Этот товар будет покупаться быстрее. Феномен такой розовых флаконов, розовой упаковки. Сейчас как нельзя активно действовать на позыв к потреблению. Так назовем. Далее я заказала первый раз, никогда не заказывала. Это гель для бритья. Для того, чтобы делать депиляцию, лезвие. Ой, как вкусно пахнет. Прям как парфюм, цветочно, так ярко. Очень его я посмотрела. Смотрю распаковки, мне тоже интересно, кто что заказывает. Вот захотела и купила себе. Далее была по скидке в Outlet маска, успокаивающая, с лавандой. За 160 рублей она вышла. Хочется, ой, как туго закручено, протестировать. Нету защитной фольги. Ой, как вкусно пахнет. Лавандой. Прям реально лавандой пахнет. Я все думала заказывать, не заказывать. Потому что у меня очень много различных масок. И вот эту все-таки решила заказать. Посмотрела обзор. Там описывается, что пахнет немножко лавандой и холодок остается. А холодок я люблю. Что в шампунях, что в масочках. Это круто. Далее. Далее у меня пошли гаджеты. Ну, то есть аксессуары. Это пинцет для удаления черных точек. Очень его как-то, не знаю, ну, хотела. И выгодная цена. Да, здесь остренькие кончики. Так вот он выглядит. И нужно надавливать кончиком одним в пору, как я поняла. Посмотрела видео, которое терпеть не могу. Про прыщи просто. И вот этими тупыми концами потом вот так сдавливать. Ну, надеюсь, это хороший вообще аксессуар. Потому что мне нравится аксессуар. Я решила, пока есть возможность. Они, в принципе, вышло 220 рублей данное. Данный пинцет. Это, в принципе, хорошая цена за хороший товар. Далее у меня пинцет для выщипывания бровей. За 135 рублей он вышел. Все запечатано. Никто его не лапал. Это здорово. Мне такой подход нравится, когда все в упаковке. Самое главное для меня в пинцете, это тонкие вот эти грани, которые ими нацепляют волосы. Здесь они тонкие. Такой, он прям, знаете, упругий. Такой прям хорошенький. The One написано здесь. Выгравировано. Ну, надеюсь, он хороший. Пинцеты покупаются редко, но метко. В моем случае. Пробник на виночке. Чуть позже его открою. Сейчас все достану. Здесь у меня... Так, я не помню, что это. А, это у меня праймер для нанесения помады. То есть это Giordano Gold. Такой бесцветный карандаш, который препятствует растеканию помады за пределы контура. Ну, пахнет вкусно древесиной. Чем я люблю деревянные карандаши. Они очень пахнут вкусно деревом, натуральным. У меня, кстати, парфюмерный канал. Я люблю, конечно, ароматы. И прислушиваюсь к красным ароматам. Подписывайтесь на мой канал. Сегодня у нас два, даже три аромата будет в распаковке. Хочется нанести. Ну, такой жирненький. Но, в принципе, он как фиксатор. То есть как фиксатор для теней есть, так же фиксатор для помады. Здорово, круто. У меня очень много помад. Это моя новиночка. В предпоследней распаковке я говорила о этой помаде. Далее кисть для нанесения масок. Это такая блажь, но я все долго отправляла, пыталась отправить заказ. Пока была кисточка по 300 рублей со скидкой. Ее уже все разобрали. И осталось по 349. Но мне она нравится. Она как бы обновленная, но в коробочке. Не знаю, чем они отличаются. Если вы знаете, расскажите в комментариях. Мне это интересно. Кисти я люблю. Я прям по кистям в последнее время просто маньячка. Так же, как и по ароматам. Ой, какая милая. Увлажнение и серум. Это нанесение. Такая плотненькая, хорошая. Искусственный воздух, что хорошо. Такой цвет приятный. Лапуся. Ничего не торчит. Все ровненько, красиво. На подарок так вообще шикарно. Знаете, вот собрать набор какой-то. Здесь ничего не расхлябанно. Недавно купила для тональной основы кисть от Эйвен. Но она уже так полежала. Просто в торговом центре зашла в варек. И вот эта часть, она уже рассохлась. То есть, нужно покупать со свежими сроками годности кисти. Это тоже важно. Клей внутри рассыхается. Мне прям какая-то непруха, невезуха с кистями. В последнее время развалила свою кисть для тональной основы от Эрифлейм. Потому что активно мыла. Что зря сделала. Вот купила от Эйвена. Она уже у меня подходит. Само крепление вот это вот отходит. Срок годности. Ну, вряд ли здесь напишется. Но это тоже имеет значение. А там, где покупаются кисточки, распокупаются, значит, они быстро производятся. И осталось у меня два виновника моего заказа. Это вот эти две прекрасные воды Грейта. Парные ароматы. Но применять и использовать я буду их для себя. Я еще с пробников, с фиолог захотела эти ароматы. И все ждала удобного случая. И сейчас они вышли за тысячу рублей каждый. Что, в принципе, удачный момент, я считаю. Вскроем ароматы. Проверим, как распылитель работает. Что вообще. Что и как. Напишите, какие ароматы вы любите от Eryflame. Мне это важно. Мне это интересно. Что вы можете посоветовать. Как я с фиолки прогадала. Заказала себе эликсир мистери. И потом перепродала. Потому что казалось, не мой аромат. То есть фиолки не всегда, не всегда нам дают полное ощущение от аромата. Также у меня с All of Nuffing Amplified с розовым клатчем было. Поэтому важно все-таки распылять аромат. Это красота. Красота в дизайне, лаконичности. И вообще вот дизайн мне нравится. Концепция ароматов. Что поднимает настроение. Действительно, да. Пока я пользовалась пробниками, я заметила такой эффект. Но может это самовношение. Но это что такое. Настроение было поднято. Было холостое распыление. Ай, какой он туберозный. Белоцветочный. Сладкий. Сладость уходит в легкую такую кислинку. Шикарная тубероза. Шикарные такие белые цветы. Люксово. Немножко в кислинку вот уходит. И по цветочному. Ну вот в общем восторг. Аромат вот мне супер. Я думала, кстати, заказать два таких женских. Но все-таки я поняла, что мужской мне тоже нужен. Там есть нотка ананаса. И она мне прям как-то все равно откликается. И мне хочется, возможно, даже эти два аромата комбинировать вместе. То есть использовать в нанесении парном. Я очень аккуратистка снимаю следу. Коробочки не выкидываю. Вот такая у меня история. Такой подход к ароматам. Ну что ж. Вот этот меня флакон завораживает. Потому что такой цвет встречается крайне редко в парфюмерии. Такой малахитово-зеленый. Шикарный, стильный флакон. Он просто вот. Ну, за дизайн классно. За концепцию. Это супер концепция. Кстати, эти ароматы вышли ровно год назад. Как я поняла. Что ж. Тоже было холостое. Ох, сочно. Конечно, аромат фужерный. Он мужской. Здесь есть на старте металлические такие нотки. Фужерные. Колки. Но потом аромат заслащивается. Остается классный апельсин. Ой, ананас, который даже до утра с фиолки остался со мной. Я просто гайфовала. Он не такой, конечно, прям женственный. Такой прям уж. Соблазнительный. Туберозный манки. Он более строгий. И, конечно же, в паре вот эти ароматы. Они шикарные. Давайте потестируем новинку. Которая появится в следующем каталоге. Очень хочется познакомиться. Это Infinita My Sunshine. И люблю, кстати, фиолки от Reflame. Это не за зрение никакое там. Не хвала. А действительно, что они полные. Что они хорошо скрываются. В общем, зачет. Но терпеть не могу. С фиолок тестировать ароматы. Это такое дело. Все-таки с распыления лучше знакомиться. Если есть. Ну вот это, кстати, у меня почему-то не плотно закрывается. Она как бы обратно пружинит. Древесно. Цитрусово. Я пока не могу понять, какая-то есть нотка такая. То ли водянистая, то ли еще какая-то. Знаете, пока не разобралась. И древесные какие-то нотки чувствуются. Не скажу, что аромат прям такой, прям на тему солнышка летнего позитива. Он более такой терпкий. Древесный. Цитрусовый. Даже горьковатый. Ну, интересно будет его разносить. И сложу свое полное мнение. Обязательно вас с ним познакомлю. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на канал. И нажмите на колокольчик. Всех вас жду в комментариях. Пишите ваши находки от Reflame. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok